Вот уже третий день Конституционное совещание продолжает обсуждение нового проекта основного закона. Спорных моментов много, но это нормальное явление, отмечают члены комиссии. В обсуждении могут принять участие и простые граждане. Для этого специально открыт сайт, также работает секретариат, работа которых направлена на приём предложений от граждан. Председатель совещания Бекбусун Борубашев пригласил всех на обсуждение проекта Конституции, в том числе и оппонентов. В настоящее время меняется способ формирования, статус органов государственной власти, полномочий органов государственной власти меняется. Значит, меняется концепция. Вот эти вопросы мы хотим обсудить и выявить для себя какие-то конкретные вопросы. Как будем жить, какие документы мы будем принимать в рамках данного законопроекта. Тем временем эксперты обеспокоены поспешным рассмотрением и принятием нового проекта Конституции. Все обстоятельства сейчас против проведения очередного референдума, считает правозащитница Токтаима Миталиева. Это бюджетные затраты. Из каких средств мы будем эти вещи проводить? Дополнительные бюджетные затраты. Это невыданная зарплата учителям, врачам, простым судебным исполнителям. Вот элементарные, у которых самая минимальная заработная плата. Нет денег на зарплату, на другие вещи. Мы будем вкладывать деньги в эту реформу. Это огромные бюджетные средства. На них можно поставить несколько садиков. Эксперты также считают, что внесение изменений в Конституцию никак не улучшит жизнь народа. В этом Кыргызстан убедился за 30-летнюю историю независимости, пережив несколько референдумов. Основное требование народа, вышедшего на площадь 5 и 6 октября – провести люстрацию, сегодня повернули в другом направлении, говорит доктор политических наук Азамат Тимиркулов. Нужно сперва провести люстрацию и после этого уже реформировать Конституцию. Пока люстрация не приведена, то те же самые лица, они будут и при прежней Конституции, и при будущей Конституции, и смысла реформировать ничего не будет. Сколько времени продлится работа Конституционного совещания, неизвестно. Но стало известно о начале сбора подписей против принятия проекта Конституции. Инициаторы отметили, что планируют собрать как минимум 500 тысяч подписей для отзыва законопроекта о проведении референдума.